15 человек в день и с каждым предельно внимательно. Щитовидка, внутренние органы, суставы. Лилия Сахарова ищет заболевания на начальной стадии и при самом страшном не бросает пациента одного. Много и онкологических больных, буквально и 20-летние, и 30-летние. Разные процессы по стадии запущенности, поэтому, конечно, приходится и поддерживать, и настраивать, что нужно бороться. Борется за жизнь она не только в своем кабинете. В октябре знакомая включила ее в небольшой чат. В нем они начали сбор самого необходимого для мобилизованных, а спустя несколько недель их было уже 7 тысяч человек. Речь идет об общественной организации «Добрая воля-22». Сначала шок и стресс, говорит Лилия, а спустя полгода каждый организатор курирует свое направление. За ней в госпитале. Мы собираем от шприцов, закупаем, до электрокардиографов, до дефибрилляторов. А обезболивающие перевязка нужны всегда, говорит Лилия. Она держит прямую связь с военными госпиталями. Отдельное спасибо. Мы ценим ваш труд, ваше старание, ваше время. Когда идут вот такие грандиозные сборы, это вообще вплоть до ночи и с самого утра идут переговоры с поставщиками, с закупщиками, с районами, с командирами медицинских подразделений. То есть это постоянно вот такая работа, очень большая работа на самом деле в телефоне. Временами сильно устает, признается врач, но эта задача, ее нужно выполнять. Периодически к ней попадают мобилизованные, и каждому она желает поскорее вернуться. А женщин накануне 8 марта призывает к балансу. Брать на себя то, что ты можешь подтянуть. Без ущерба для семьи, без ущерба для здоровья. То есть, ну и, наверное, верить. А пока она очень верит в земляков и в то, как в крае сплотились ради поддержки мобилизованных. Это носки, которые связали для бойцов. Они невысокие, подбирцы. Сейчас любая помощь, уверена Лилия Сахарова, на вес золота. Всем огромное спасибо. Все вернемся. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.